Здравствуйте, мои дорогие! В эфире Солнечная Индия. Меня зовут Людмила и я приглашаю вас в гости на канал Индия, какую вы не видели. Это продавец овощей. Но мой муж как раз ушел на базар и мне не надо. Единственное, мне нужен сладкий перец. Хочу спросить, сколько тут стоит. Тут, конечно, дороже стоит, чем на базаре. Моя помощница тут работала и он остановился, чтобы намочить вот водой эту мешковинку, которую он прикрывает овощи от жары. И я спросила, почем сладкий перец. 15 рупий 250 грамм, то есть это 60 рупий. Наверное, это дорого, не знаю. Но, в общем, если муж не найдет там на базаре, если он не купит, то я ему сказала, приходи завтра, я завтра у тебя куплю. Он все равно приходит каждый день и еще вечером приходит другой на электрокаре. Вы только посмотрите, какие два брюнета у меня в гостях. А может быть, брюнетки. А может быть, брюнет и брюнетка. Это у них любовь, что ли? Или дружба? Прелесть, какие бабочки. Сейчас я их увеличу еще. Ой, теперь я их не могу поймать. Ой, они вот тут прям... Улетели. Помешала я им, наверное. Вообще-то я вышла сорвать вот эти листики. Это салат калия или калии, не знаю точно. Это я насмотрела американских блогеров, они там это едят. И посадила у себя. Правда, из всей пачки у меня взошло только три зернышка. Вот в салатик добавлю. Так оно невкусное, но так с помидорчиком, с огурчиком пойдет. Ну а вечером мы с Гучи поехали к ветеринару, сделать ему ежегодную прививку. Ой, посмотрите, бедненький малыш лежит под капельницей. Боже мой, как же их жалко. Вообще всех жалко, но они же безмолвные. Гучу, 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 гучу. Для него это, конечно, большой стресс. Посмотрите, как он дрожит. Он даже, когда мы подъезжаем довольно-таки еще далеко от ветеринарки, он уже из машины не хочет выходить. Второй укол будет более болезненный, доктор сказал. Но он терпит. Я вот не знаю, за 12 лет он никогда никого не укусил, даже если ему больно будет. Наш гучу был первым песиком этой породы в нашем городе. Теперь появилось их очень много. Но доктор говорит, тут в основном смешанные с ласой, поэтому они очень агрессивные бывают. А вот наш очень спокойный. Чистокровные шидзо очень спокойные. Какие пищи? Есть. Пинцалка. Ну а на следующий день наш папа готовил мясо. Ну, когда папа готовит мясо, гучи от него не отходит никуда. Вы только посмотрите, я занята там в бутике сижу, у себя шью. Куча обычно у меня под ногами крутится, а сегодня его нет. И знаете, почему его нет? Вы посмотрите, он сидит возле субрата. Субрат у меня сегодня... Сегодня субрат у меня готовит... Сидит в кухне вот. Два мужичка моих на кухне. А почему он на кухне? Потому что сегодня папа готовит мясо. Баранину. Посмотрите, какая вкуснятина. Поэтому и гучи не отходит. Он что, знает, что ты готовит? Или понюхал? Я ему потом сказал, что я сегодня буду готовить мясо. А, и он тебя понял. Поэтому он... И он меня помнит сразу. Ты, гучи, все понимаешь. Все понимаешь. Он там сидит после мяса заходить в кухню. Я говорю, заходи. И он зашел. И сидит, как я мешаю там курицей или что-нибудь. Он там... Ты не слушаешь? Слушает, слушает. Что я говорю? Слушает, слушает он. Ты слушаешь? Я говорю, что... Он даже если я мешаю, он думает, наверное, я ему кусочек возьму. И смотрит рука у меня пустая или нет. Вот так. Так ты его еще не кормил? Нет. А, вот папа приготовил. Гучи, я тебе скажу. Папа он уже вытащил мяско попробовать. Чтобы он с тобой поделился. Так что ты никуда не уходи. Скажи, я и не собираюсь никуда уходить. Я жду, когда меня накормят. А вот посмотрите, какие маленькие помидорчики купила. Хочу их посолить. Хочу их посолить. Так, ну все, я пошла. У меня много работы. А, вон. Вон, смотрите. 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 Папа ему... Ты помыл? Да. Мы ему обмываем мясо кусочек от соли и перца. Нормально? Ну как, Гучу? Чего в супе не хоро? А вон же лежит. Ты что не ешь? Вот так. Дождался, да? Ну, папа тебе потом кушать, когда даст твою еду. И туда немного... Это только ты попробовал. Только пробу снял, да? Так, Гученька. Вот так моя Гученька. Моя лопопутечка. Моя ляштуничка. Ну все, сиди с папой. А то вечно он у меня под ногами крутится. Вы посмотрите. Гуча ко мне пришел, я там шью. И выбежал на улицу. Я думаю, что такое он от папы ушел. А он, оказывается, папа его уже покормил. Вот сейчас покажу. Вот. Чистая тарелка. Папа ему давал рис, я смотрю. Баранину. Он все поел. Так, у нас тут идет уборка. Да, Гучу? Теперь ты пришел, ты папе спасибо сказал. Папе сказал. Мне сказал, говорит, еще хочу. А он спрятался. Я думал, наверное, хорошо покушал. И пошел спать. А ты его закрыл. Нет, я пошла в мастерскую оверлок там делать. Он за мной и потом через заднюю дверь ушел на улицу. А теперь он опять бежит. Давай еще. Еще хочешь, Гучу? Еще хочешь? Нет, много нельзя. Вечером будешь опять. Хорошо? Вечером опять будешь. Иди, папа зовет. Иди, папа зовет. Папа мясо даст. Только идите сюда, идите, идите, идите. Иди сюда. Он не знает, что... Карабаха еще мягкая, он там варится. Но он понимает. Да, он все понимает. Еще варится, а ты не можешь так открывать его. Это у него зубки чистить. Дентал... Ну, косточку дала. Дентал стик. Что-то он ее сейчас сгрыз. Это он ее сейчас сгрыз. Мама записывает вас. Куча и смотри, мам. Вот, давай сюда иди. Давай, туда иди. Ты пока не встанешь. Он же понимает, что ты не встаешь. Записывай, бисуй. Быстрее. Нет, он все покушал. Он же покушал у них. Он уже понимает. Не дашь, не дашь, и тоже пойдет. Вспомнил, мамку вспомнился, она тебе косточку давала. Доставай. Где? Где косточка? Где она там? Где она там? Там был тут палец. Вот, Кочи. Остался кусочек косточки. Папа тебе не мог купить. И там у него пацана палец, помнишь? Да. Вот. И его я поражил вот там. Все, сегодня он как тебя видит, все. Все вспомнил, да? Гучу, ты видел там обезьян? Видел? Скажи, не дали мне, я ж тут гавкал вам, чтобы вы меня выпустили. А вы меня не выпустили. Иди ножки мыть, иди. Потом кушать будешь. Ты же сначала ножки мыть. Ты же гулял? Иди сначала ножки мой. Ну, а мы сейчас отправляемся в деревню к этому старцу, Аюрведу, который лечит колени. И с собой взяли нашу кухарочку, потому что у нее тоже большие проблемы. Ехать нам далеко, поэтому мы выехали сразу после обеда. Это где-то 70-75 километров от нашего города. Вот рис растет как. Зелененький, красивенький. Это уже урожай будет летом. Вот тут девушки с работы. Смотрите, на головах несут тазики какие-то с дровами, со своими пожитками, наверное, там обед брали с собой. Видите, ни сумку, ни пакет, а вот в тазики, наверное, кладут свои пожитки. Входа в его кабинет нужно купить кокос и положить его на этот алтарь. Кокосы эти, я думаю, многоразовые. После того, как заканчивается рабочий день, их отдают, наверное, обратно в этот магазин. Вот такой маленький бизнес. Ну, а тут остановился попить чайку торговец с древними миксерами. У меня такой миксер тоже был в начале. Вот на таких камнях они перетирают масалу. А вот наши родственники, когда они хотят приготовить вкусный какой-то обед, они до сих пор пользуются вот такими вот измельчителями специй, потому что они лучше работают, чем миксер. Стоимость таких камней 1600-1700. Это где-то 20 долларов. Вот уже сумерки наступают, а темнеет здесь очень быстро в Индии. Буквально за полчаса будет темно. И мы отправляемся в обратный путь домой. По дороге мы остановимся где-нибудь перекусить, выпить кофе. КОНЕЦ 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 Вот мы нашли более-менее приличное место, где можно перекусить. Вот мы взяли кофе и покоры. КОНЕЦ Ну а на следующий день кухарочка взяла выходные, она себя плохо чувствует. КОНЕЦ КОНЕЦ А ему я сейчас приготовлю. Я налепила вареников с этим, с паниром. Ну типа как с творогом. Заходи Гучу, кушать тебе тоже дам. У тебя можно не вегетарианское есть, ты у нас не лечишься. Вот и пойду это самое, ему сейчас варить вареники, он сказал, салат ему нарезать. Ой, кстати, вот этот салатик тоже можно достать. Сейчас, видите, я его обгрызаю, объедаю. Мой салат. Ну а на этом я заканчиваю свое видео. Спасибо, что были со мной до конца. Вот так проходят наши дни. Ставьте лайки, если вам понравилось, пишите ваши комментарии. Вам это не сложно, ну а мне приятно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok